Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Дань памяти Ордену Шелефяну. 15-дневный особый режим в Муше. Никол Пашинян. Представления власти Армении и НКР по арцахскому регулированию идентичны. Сирийская армия штурмует город Кабани. Военная полиция Российской Федерации проводит патрулирование на севере Сирии по двум маршрутам. 300 миллионов человек в 2050 году могут стать же потенциальными жертвами наводнений и затоплений. Древнейшая порода армянских кошек помогла подтвердить гипотезу ученых. В пятницу 1 ноября Орден Шелефян неожиданно покинул нас. Ему было 68 лет. Он родился 25 сентября 1951 года в Константинополе в семье армян из Муша и Ксесарии Западной Армении. Орден был великим патриотом, старшим братом, о ком каждый армянин мог мечтать. Он был блестящим интеллектуалом, внимательным при любых обстоятельствах. Великий дипломат Орден всегда защищал вопрос о правах Западной Армении и армян перед всеми инстанциями и органами государственной власти. Орден был увлечен преподаванием и передачей истории Армении и Арцаха, особенно восстановлением прав армянского народа в отношении его древности и суверенитета. Армяне всего мира, Армения в целом и особенно Западной Армении потеряли одну из своих самых ярких звезд, одного из нас, который исчезнет сегодня. Пусть Бог просветит его душу. Церемония похорон состоится 8 ноября в 13 часов в Армянской церкви Святого Акопа, улица Тройнекс, 64-1256, Тройнекс, Женева, Швейцария. Мессу проведет преподобный отец Гусан Алджанян. В провинции муж Западной Армении запретила все мероприятия в крае на 15 дней. Запрет вступил в силу 4 ноября и будет действовать до 18 числа. Власти запрещают все виды собраний, мероприятий, демонстраций, шествий, публичные чтения, сидячие забастовки, голодовки, сборы подписей и шествия с флагами, факелами и т.д. Представления власти Армении и НКР по арцахскому регулированию идентичны. Об этом сегодня, 3 ноября, в прямом эфире в Facebook под заголовком «Беседа с гражданином. Спекуляции по вопросу Карабаха» заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя спекуляции о том, что между властями Армении и Карабаха существует разногласие по вопросу Арцаха. Я могу четко констатировать то, что представления власти Армении и Карабаха по арцахскому урегулированию идентичны. Это весьма важная констатация и по-иному быть не может. Спекуляция на эту тему смешна. Я говорил, что по разным рабочим вопросам могут быть разные подходы. Я часто провожу обсуждения с властями Арцаха, президентом Арцаха Бакоса Акяном. Мы проводили подобное обсуждение, также совсем недавно отметил Пашинян. Сирийская арабская армия предприняла попытку штурма в окрестностях города Кабана. Как передает источник в сети Twitter, в районе города завязались ожесточенные боестолкновения с применением тяжелой артиллерии. Самолеты ВКС РФ активно наносят точечные удары по позициям джихадистов Тахрир Ашшам и Исламской партии Туркестана. В районе гор Аль-Акрад, как сообщает Сирийская обсерватория, по правам человека. На настоящее время город не освобожден, столкновения продолжаются. Обе стороны сообщают об убитых и раненых. Руководитель Российского центра по примирению враждующих сторон Сирии генерал-майор Юрий Баренков сообщил, что военная полиция РФ продолжает патрулирование вдоль сирийско-турецкой границы. По словам Баренкова, патрулирование осуществляется по двум маршрутам, проложенным на севере Сирии вдоль сирийско-турецкой границы. Российской стороной было продолжено патрулирование по маршрутам Камышлы, Дейруна-Ага, провинции Хасака и Кабани, Шуих-Фу-Кани, провинции Алеппо. Рассказал генерал-майор. 300 миллионов человек в 2050 году могут стать потенциальными жертвами наводнений и затоплений вследствие повышения уровня моря. Это число в три раза больше, чем предполагалось ранее, как следует из исследований организации, опубликованного в журнале Nature Communications, передает RG. Команда Скотта Калпа из Climate Center, используя более точную модель прогнозирования изменения климата, представила неутешительный прогноз развития событий на ближайшие 30 лет. По расчетам экспертов, природные катаклизмы окажут влияние на жизнь 70% людей в восьми азиатских странах, а именно речь идет о Китае, Бангладеше, Индии, Вьетнаме, Индонезии, Таиланде, Филиппинах и Японии. Общее число потенциальных жертв может вырасти до 300 миллионов. Авторы пишут, что даже если уже сегодня резко сократить выбросы парниковых газов, уровень мирового океана к концу 21 века поднимется примерно на 50 сантиметров. В 20 веке он вырос на 11-16 сантиметров, а при самом негативном сценарии он может подняться на 2 метра, и тогда это приведет к затоплению огромных территорий. Согласно последним научным данным, кошек одомашнили около 10 тысяч лет назад на Ближнем Востоке. Их предками были дикие ливийские кошки, а первыми хозяевами фермера Египта и Ливана. Породы кошек внешне не меняющиеся тысячелетиями подтверждают эту гипотезу. К таким породам относятся ванны, белые длинношерстные животные с пятнами за ушами. Считается одной из древнейших кошачьих пород в мире. Изучение их ДНК показало, что вокруг озера Ванна, Армянском Нагоре, эти пушистые зверьки селились уже несколько тысяч лет, пишет РИА Новости. В их геноме есть несколько мутаций, которые помогли им адаптироваться к жизни на береговых водоемах. Согласно работе финских ученых, ванны более агрессивны по отношению к людям и животным, чем представители других пород. Они считаются кошками одного хозяина и по поведению больше похожи на собак. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию гойнаш. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром. Субтитры создавал DimaTorzok